Мы просто запишем некое выражение для Лагранжиана через поле смещения, которое является общенной координатой, и его производной по времени, обобщенной скоростью. Ну, чтобы, так сказать, в принципе, мы можем написать это, что называется, с потолка, угадать, но потом мы, естественно, должны проверить, что действительно уравнение Лагранжиа, которое получается из этого Лагранжиана, действительно соответствует динамике реальных получений. Вот, ну, записывая уравнение Лагранжиа, соответственно, беря вариационные производные, мы получаем следующее уравнение, которое, как вот на предыдущем сваде было видно, оно соответствует как раз именно динамике поля смещения. То есть, грубо говоря, это действительно является Лагранжианом возмущений течения. Ну, а чтобы не было никакой мистики, и мы поняли, так сказать, что означают эти различные члены, да, то мы видим, что в нем входят два интегральных члена. Первый член соответствует второй вариации кинетической энергии, но об этом тоже Илья Филисович говорил в первой лекции, что, в принципе, может быть, через поле смещения кинетическая энергия возмущения записана вот так. А второй член можно преобразовать к виду, где у нас под интегралом само поле смещения, и вектор Лэмбер, ну, грубо говоря, сила, действующая на жидкую частицу со стороны всего остального течения. Ну, и первый вариант с точки зрения вектора Лэмбер. Пожалуйста, у вас это Лагранжиан, где будет относительно это, да? Да, да, да. Это у нас является обращенной координатой. Да, да, да. И при этом это квадратичный Лэмбер, как положено. Совершенно верно. Вы оскорили линейное возмущение, да. То есть возмущение не предполагается малым. Линейное, да, да. Малый и малый, поэтому квадратичный. Поэтому квадратичный. Ну, и, соответственно, вот, исходя из этого, мы видим, что Лагранжиан записался... Там даже есть линейные члены, судя по всему, вот этот, последний линейный, да? Нет, нет, нет. Не вот этот, мы даже имеем цвета. У, 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 нижу, третий, да, это по это, вот это, да, по это линейный. Нет, нет, дело в том, что вот это возмущение занихренности является функцией это и возмущение скорости тоже. Линейные, да? Они линейные, но они линейные. Все под... Члены квадратичные, возмущение линейное, да. Вот. То есть, грубо говоря, Лагранжиан записывается как разность между фенетической энергией и той работой, которую нужно провести над невозмущенным течением, чтобы получить как-то возмущение. Вот. Ну, в принципе, ну, как бы остается немного записать, ну, еще для полноты картины записать Гамильтиньян, но проблема в том, что Лагранжиан является особенным. Сейчас, пожалуйста, покажем, в чем тут дело. И поэтому процедура не совсем стандартная. Вот обратим внимание, что обобщенная скорость входит только линейным образом. Здесь нет квадратичного члена по скоростям. То есть, ну, грубо говоря, ну, можно, так говорится, безэнергиционная система. Что это означает? Что, да, вот такого рода система, как и с такого рода Лагранжианами, это, так называемая, особенно Лагранжевая система. Ну, так сказать, это, ну, можно сказать, некая наука. Вот. Чем оно это? Чем вот в данном случае это хстеризуется? Ну, во-первых, то, что уравнение Лагранжи имеет первый порядок, первый порядок по времени, то есть там нет второй производной по времени в уравнении. И мы там выше это видели. И, кроме того, когда мы переходим к гаминтониану, то мы увидим, что у нас тут возникает некое препятствие, которое нужно будет как-то обойти. То есть специальная процедура гаминтониазации. Ну, прежде чем переходить уже к гаминтонианизации, мы еще, так сказать, ну, спросим себя, ну, хорошо, мы получили некий особенный, пускай, лагранжиан, ну, а где еще они встречаются, да? Ну, в чисто механических системах, честно говоря, трудно себе такую простую систему придумать, а вот в гидрознамике, в принципе, это, можно сказать, не редкость. Ну, в частности, например, в работе Чабмана была записана динамика точечных вихрей на плоскости, была записана вот с таким лагранжианом. И, ну, опять-таки, всегда стоит проверить, так сказать, чему он соответствует. Записываем уравнение лагранжи и действительно получаем уравнение, которое описывает динамику точечных вихрей. То есть, мы видим, что динамика точечных вихрей тоже нам дает пример механической системы, можно описать, как механическую систему с особенным лагранжианом. То есть, в котором скорости входит только линейный окон. Ну, и еще один пример приведу. Это лагранжиан вихревой нити. В принципе, он записывается вот таким вот образом, где S – это параметр вдоль вихревой нити. Соответствующее уравнение лагранжи. И, так сказать, сводится к уравнениям, которые описывают динамику вихревой нити, которая по био-саваро действует сама на себя и, соответственно, как-то передвигается. И мы опять видим ту же ситуацию, что у нас R с точкой входит здесь только линейным образом, а квадратичного члена нет. Но, в чем здесь проблема? Что, вот если мы, ну, так сказать, в качестве простого примера рассмотрим какую-то конечномерную механическую систему линейную. Вот. Запишем для нее лагранжиан, то, ну, соответственно, гамильтаниан записывается таким образом, где в общенной скорости исключается с помощью выражения для импульса. Ну, так сказать, стандартная процедура. Вот. А если у нас система лагранжиан является особенной, ну, определение особенной лагранжиан системы – это VSEAN, грубо говоря, вот это вот вторая производная по общенному скоростям, я брал детерминат вот этой матрицы равен нулю, но в том случае, который мы рассматриваем, вообще, так сказать, вся эта матрица равна нулю. А должен так? Как это? Как это? Как это? Как это? Очень просто. У нас нет квадратичных членов по скоростям лагранжиан. Вот то, что вот мы сейчас видели. А, вот так, да? Да. То есть, грубо говоря, остается только линейный член по скоростям и, соответственно, ну, квадратичный член. Система как бы лишена инерции, ну, так в каком-то образном смысле можно сказать. Вот. Так вот, в чем проблема возникает, что когда у нас детерминат этой матрицы равен нулю, то у нас мы не можем из выражения для импульса выразить обобщенные скорости через обобщенную координату и импульс, и, соответственно, выражение для гамильтониану у нас повисает, грубо говоря, ну, как мы перейдем к гамильтониану, который должен быть в функции координата и импульса. Вот. То есть, процедура гамильтонизации здесь, ну, некая нестандартная. Ну, и, в принципе, теория этого, ну, она, так сказать, развита. Вот. И, так, опять-таки, вот я просто продемонстрирую ее на простом конечномерном примере. Делается это, ну, так сказать, вкратце так, что записывается некая расширенная система с гамильтонианом, в которой в качестве независимых перемен входит и координата, и импульс, и скорость. Вот. И вот скоро здесь лямбда здесь обозначена. Записываем уравнение гамильтона для координаты импульса, и, кроме того, берем выражение для импульса, ну, так сказать, стандартное выражение для импульса, которое как раз здесь не содержит скоростей, которые нам нужны. Вот. Вот это мы, так сказать, записываем как некое уравнение связи, вот, а затем мы дифференцируем его по времени. Вот. И, в принципе, уже дифференцируя его по времени, используя вот эти вот соотношения для производных по времени координат и импульса, мы, так сказать, если нам посчастливится, то мы получим выражение, из которого мы лямбда сумеем выразить, обреченную скорость здесь лямбда. Вот. Ну, в принципе, это вот эта простая конечномерная система, в таких более сложных случаях может быть по-всякому. Так вот, когда этот трёх удаётся, так сказать, на каком-то этапе, там, дифференцирование по времени, уравнение связи, если нам удаётся выразить скорость, то это, так сказать, называется система со связями второго рода. Ну, система со связями второго рода гораздо сложнее, и, в общем, слава богу, что мы с ней не имеем где-то дело. Так вот, получив вот эту связь, мы подставляем, мы лямбда выражаем, соответственно, через координаты импульса, в данном случае с координаты, подставляем в расширенную систему, и получаем гамильтониан, уже зависящий только от координат и импульсов. Но этот гамильтониан уже со связью. То есть, вот это вот уравнение связи, оно является дополнительным уравнением к уравнениям гамильтона. Вот наш ладон-жиан, мы определяем обобщенный импульс. И, ну, во-первых, что это такое, что является в этой системе обобщенным импульсом. Ну, если мы запишем суммарный импульс течения, ну, в частности, по Сефманам, то он может быть выражен через завихренность вот таким вот образом. Если мы перейдем, раз посмотрим, чему это будет равно для первой вариации линейных возмущений, то будет вот такое выражение. Если мы сравним это вот с нашим обобщенным импульсом, который получился из лагранжевой системы, то мы видим, по сути дела, что в этом обобщенный импульсе есть не что иное, как плотность возмущения импульса течения. То есть, грубо говоря, под интегральное выражение вот в этом интеграле. Так вот, собственно говоря, это-то хорошо, но мы видим, опять-таки, что у нас выражение для импульса не входит в обобщенные скорости. И тогда нам нужно воспользоваться вот той самой, так сказать, процедурой гометонизации, которая для особенных лагранжевых систем. И я уже не буду здесь оформляться на деталях. Получается, вот следующий гометониан, в который входит импульс, координаты, ну и V тоже выражается через обобщенные координаты. Уравнение гометона для координаты есть, опять-таки, наше уравнение, которое на первом слайде было показано, для описывающей динамику поля смещения. А второе уравнение, ну, можно сказать, описывает динамику плотности, возмущение плотности импульса. Но на самом деле, если мы вспомним, что у нас есть уравнение связи, то эти уравнения окажутся эквивалентными. Ну, так сказать, что и хорошо, и правильно, и так, и слава богу. Так, ну, хорошо, вот у нас есть инструмент некий, но инструмент хорош тогда, когда он работает, и с помощью него можно что-то получить. Ну, и рассмотрим, так сказать, некие интегральные, какие первые интегралы мы могли бы получить с помощью вот такого формализма. Ну, прежде всего, давайте рассмотрим для системы с нашим Лагранжианом ну, некоторое преобразование в общенных координатах, да, то есть, в одной, в смысле, такое полевое преобразование. Вот при этом Лагранжиан, так сказать, ну, для новых переменных, поскольку он у нас линейный, то, так сказать, здесь записывается вот таким образом. Если бы он был нелинейный, это был бы ряд, это был бы первый член. Значит, если у нас вот это вот интеграл равен нулю, то, соответственно, система была бы инвариантна вот к такому преобразованию. Ну, после некоторых выкладок мы можем переписать вот это вот условие, ну, так сказать, в более для нас удобном виде, что если у нас для того, чтобы этот интеграл обращался в ноль при произвольном поле смещения, тогда нам необходимо, чтобы выполнялось вот такое условие, где и выражается вот таким вот образом. Вот, хорошо, это... Ну, хорошо, инвариант. А что если, действительно, мы найдем, так сказать, вот для какого-то течения, да, мы покажем, что ноль творяет этому условию инвариантностью, так сказать, что из этого будет следовать? У нас есть теорема Ньютер, да, которая говорит, что если у нас система инвариантна по отношению вот к такому преобразованию, такого вида, ну, только обобщенных координат, то, соответственно, существует интеграл движения, да, то есть, грубо говоря, мы связали, ну, такие, не всегда очевидные, на первый взгляд, связанные вещи, да, инвариантность лагранжиона и по отношению к преобразованию, и некий интеграл движения. Ну, давайте попробуем, как это работает в каких-то простых случаях. Очевидных, но, тем не менее, так сказать, что называется разомненность. То есть, вот у нас наши, а, нет, извиняюсь, значит, просто это суммируется, то, что сказано на предыдущих слайдах, то есть у нас есть некоторые условия, некоторые условия, так сказать, наложенные на стационарное течение, обратим внимание, да, и такое, что если у нас оно выполняется, то тогда, вот, соответственно, должен вот такой интеграл сохраняться. И, в принципе, можно сделать еще шаг, он как раз нам в этой работе потребовался, что условия сохранения, вот этот интеграл может не сохраняться, а его производная по времени может сохраняться, да, ну, тогда вот, соответственно, вот это условие переписывается вот в такое. Вот, то есть, грубо говоря, вот здесь, на этом слайде суммированная, так сказать, вот связь между некими условиями и некими первыми интегралами. А вот теперь мы уже разомнемся на импульсе, на моменте импульса. Ну, естественно, что если у нас никаких внешних сил нет, на течение не действует, то, соответственно, должны, в том числе для возмущения, должны сохраняться интегралы импульса и интеграл момента импульса, да. Вот, а как это можно было бы показать вот в рамках этого формализма? Вот у нас условия иномариантности, вот еще раз оно немножко преобразовано. И рассмотрим в качестве тех преобразований, которые, но пока мы никак их не определили, какое именно преобразование нас интересует, да. Мы возьмем чистый, грубо говоря, чистый сдвиг и чистый поворот как целого. Вот, тогда легко видеть, что вот такого рода поля, подставленные сюда, они обнуляют нам вот этот жир. А значит, соответственно, вот это уравнение тоже выполняется. То есть, грубо говоря, для вот таких преобразований у нас условия иномариантности выполняются для любых стационарных течений. А значит, должны быть первыми интегралами для возмущения этих течений уже, для уж и для возмущения. Вот такие вот интегралы. А это есть не что иное, как интеграл импульса и моменты импульса. То есть, ну, в принципе, так сказать, на дуракоустойчивость метод проверили, да. Ну, здесь нет ничего нетривиального. А вот теперь возьмем вот такой вот интеграл, как квадрупольный момент течения. Ну, чем он интересен? Возвращаясь, опять-таки, к первому докладу, который сегодня докладывался, мы акустики, и поэтому нас интересуют и звуковые источники, и так далее. И, как Виктор Ферреси говорил, что, на самом деле, в первой, главной, при малых махах, главный член разложения звукового источника, это есть не что иное, как квадрупольный момент течения в несжимаемом приближении. То есть, грубо говоря, вот у нас область вихрей есть какая-то, что-то тут как-то они там движутся. Вот, если мы для этой системы посчитаем вот такой вот интеграл, да, то он является, так сказать, главным членом в звуковом источнике. Он к другому. Представление есть еще, есть представление мерное, так называемое, то есть, которое хорошо тем, что оно локализовано не по скорости, а по завихренности. Поэтому это значит, что источники находятся только там, где снизу сам на завихренности. Ну, переписывая эти выражения для малых возмущений, мы, соответственно, вот получаем для квадрупольного момента и для интеграла Мюринга вот такие выражения. Вот, и они оказываются сейчас второе очень хорошим и интересным для нас.